Доброе утро, друзья! Мы сейчас приехали в Милане, во-первых, приехали в салон Мерседес, чтобы пройти бесплатный чекап и поменять летнюю, точнее зимнюю резину на летнюю. В общем, друзья, мы отдали ключи, сейчас здесь вышли прогуляться, ждем, пока нам позвонят, чтобы обсудить все детали, когда можно будет забрать автомобиль. В общем, да, в Мерседесе здесь проходят такие вот иногда акции, у них бесплатные чекапы, в общем, ну, как-то это все включено. По идее, колеса, ну, у нас не резину менять, у нас полностью есть 4 колеса, и по идее, это должно стоить где-то 60 евро, это такая стоимость была, по крайней мере, полгода назад. Смотрим здесь пока, ждем разные автомобили баушные, вот цены, конечно, однозначно поднялись, значит, здесь цена сейчас 64 500, это Мерседес GLC DE, он наполовину электро, короче, пробег у него 23 800 км, вот такая вот цена, ну, как бы это, в общем-то, конечно, информация ни о чем, потому что цена очень сильно зависит от комплектации, меняется, ну, в общем, да, такая вот машинка 51 400 стоит, это другая моделька 36 месяцев гарантии, тоже, это тоже GLC 220D, но это просто дизель, а это вот электро, и вообще необходимо сейчас переходить на электро, что-то связанное с этим, потому что, допустим, в том же Милане уже запретили въезд, какой там, Саша, дизель запретили? Запретили 5 дизель, а у нас 6, да, 6 будет следующий, когда запретят, ну, короче, да, уже время электроавтомобиля наступает, и сейчас вот на 5 дизеле в Милан уже запрещено заезжать. Отдали машину, поехали на метро в город сейчас, пока ее там все делают, и в итоге что произошло? Свет метро выключился, и мы стоим. Давно не ездили в метро, и не надо было, это из этой серии, не знаю, что сейчас делать, вам выходить, наверное, не знаю что. Друзья, вы как поняли, мы уже доехали благополучно, мы в Милане, в обычных метро, все-таки по итогу нас довезли до точки назначения, до дома, и там мы вышли. Мне, честно сказать, сегодня такое паршивенькое настроение, если быть честной, я вообще здесь с вами особо не делюсь никогда проблемами какими-то, своим плохим настроением. Ну, думаю, расскажу. У меня сейчас на работе очень много работы, иногда сидишь с 9 утра до 6 вечера, просто не отрываясь от компа, даже на обеде, и глаза просто вылазят уже. Потом, после работы еще, я монтирую влоги, и опять за компом. Я чувствую, не знаю, у меня ухудшилось зрение, иногда даже, знаете, болят глаза, потому что нельзя так сидеть, столько много за компом, потом ложиться спать в 3 часа ночи, мы вчера лягли. Короче, надо что-то делать с этой ситуацией, конечно, потому что эти тоже у меня переработки все, они, конечно, на мое здоровье, они хорошо не сказываются, это факт. Мало сна и постоянно сидеть за компьютером. Конечно, вы скажете, это не в шахте работать и не кирпичи, как бы разгруживать, я, конечно, тоже понимаю, но программирование это тяжелый интеллектуальный и эмоциональный труд, потому что тут еще вопрос, что, если мне сказали бы сейчас разрузить кирпичи или сидеть, страдать над строчками кода, тут даже вопрос, что бы я выбрала сейчас. Ну, в общем, ладно, это все такая риторика, знаете, но у меня сейчас на работе действительно тяжелое, сложное задание, вот, и иногда такие, знаете, просто какие-то психоэмоциональные срывы уже происходят у меня, ну, надо держать себя в руках, стараться как-то, потому что что делать здесь такая, необходимо работать, денежка, она зарабатывается по счетам, необходимо платить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я сейчас в районе Бреры и хотела зайти в Кавалия Настри, это известный магазин винтажных вещей в этом районе, мне его рекомендовали многие итальянцы в инстаграме у меня, заходите. Кстати, тоже я там делала пост, по-моему, у меня там пять лучших винтажных магазинов Милана, так вот, этот входит в эту пятерку, я хочу туда сейчас зайти. Вот этот винтажный магазин Кавалия Настри, в общем, здесь просто потрясающее место, очень-очень много сокровищ, но здесь не бюджетно, скажу сразу. Ну что, друзья, здесь, в общем, очень, ну как не сказать, что очень-очень много каких-то интересных вещей, мы сейчас с вами посмотрим, но я уже вижу, что здесь есть определенные сокровища. Я, наверное, мерить не буду, но я хочу подснять это дело, мне самой просто очень интересно, допустим, такая вот сумочка, что за бренд, непонятно, что за бренд, непонятно. Так, это Миу-Миу, скажем так, футболка, да, 300 евро, но цены изначально, конечно, не бюджетные, я знала это, но, тем не менее, все равно интересно, интересно подснять, да, посмотреть, что здесь есть. Вот такой вот бренд. Кстати, вещи, я вам хочу сказать, в очень хорошем состоянии здесь, то есть, не знаете, не какие-то непонятные, что-то какое-то сваленное, а прям-прям такие вот, скажем так, добротные. Я уже вижу, хотя здесь вот такая вот курточка, 220 евро, сумочка Миу-Миу, 120 евро, Виола, туфли, босоножки, Валентина, тоже винтажные, видно, конечно, небольшие следоноски, сороковой размер. Ну, тем не менее, так, цена, а, вот есть и цена, 220 евро, есть такие вот еще босоножки, Валентина, тоже в отличном состоянии, 260 евро. Здесь прям брендовые вещи, друзья, как вы поняли, здесь вот тоже сумки, обувь, о, гляньте, классные какие-то, такие вот туфли, тоже Миу-Миу, здесь много бренда Миу-Миу, кстати, 320 евро. Очень стильно, красиво прям, но я вам хочу сказать, если одеваться в таких магазинах, вы, конечно, в стиле будете точно отличаться, это 100%, это 100%, 170 евро. Это Валиджа, это этот вот чемоданчик, это платье от Джованни Донату, смотрите, как я, какое яркое, приятное расцветки, и оно здесь стоит 330 евро, и выглядит, как новое, да, и здесь к нему можно взять такую сумочку, вот такое, например, сарафан на лето. Я здесь, а, вот здесь есть тоже ценник, 1500 евро, это Шанель, друзья, Шанель, 38 размер, 1500 евро, вот такое вот платье от Шанель, винтажное, вот, допустим, такой пиджак, давайте посмотрим, моя слабость, это пиджаки, друзья, и в Сен-Лоран, и в Сен-Лоран, шикарный пиджак в отличном состоянии. Сколько же он стоит, мне интересно. Так, какие пуговицы блестящие, черные, просто, просто топ. Вот, давайте глянем, сколько, 580 евро пиджак от Сен-Лорана. Ну, знаете, пиджак от Коса, 200, если вы хотите в Сен-Лоран, возможно, стоит доплатить. Подклад шикарный. Это очень круто, очень круто. Я думаю, если здесь хорошенько покопаться, то здесь, я думаю, можно найти свой бриллиантик. Биллиантик, о, Louis Vuitton, извиняюсь сразу за произношение брендов, 3,4 размер. Кстати, есть небольшие размеры, девочки, кто страдает тем, что не может их найти. Так, сколько же он стоит? Это бренд, друзья, Критси. В отличном состоянии пиджак. Мне кажется, это вельвет. Есть подкладка в хорошем состоянии. Если я не ошибаюсь, он стоит здесь сколько? 240. 240 евро. Если вы хотите какой-то итальянский бренд найти в отличном состоянии вещь, чтобы была, то, я думаю, возможно, вам есть смысл зайти в этот секонд. И здесь классно, что рассортировано по цветам. Здесь, допустим, синие вещи. Здесь бежевые, да. Здесь эта часть, конечно, под стекло. Но это дамы, девушки. Если вы любите все эти украшения, Валентина, Шанель, здесь можно это все найти. Смотрите, какой шикарный выбор. Конечно, если что-то заинтересует, вам это все дело достанут, покажут. Ну, а так, конечно, это под стеклом различные броши. Здесь вот тоже все по цветам отсортировано. Вот, допустим, я вижу пальто, что это с мехом. Значит, no brand. Здесь нет бренда написано. Вот. Но стоит 530 евро такое. Давайте глянем. Ну, оно в отличном состоянии. В отличном состоянии. Очень круто. Здесь я еще видела, есть такая юбка. Шикарная она юбка. Эффектная. Вот такой вот вариант юбки. Глянем с вами, что это за бренд. Ну, в общем, яркие вещи. В этих вещах, знаете, вы останетесь точно незамеченными. Значит, 420 евро. John Franco Ferre. 420 евро. Такая юбка. Кстати, сарафан. А, здесь даже это сарафан. Это платье. Нет, простите. Это платье. И какой-то шарф. Но это не шарф. Это, скорее всего, накидка на плечи, я так понимаю. Сколько это стоит? Винтаж. Значит, да. 540 евро. 40-го размера. Вот еще один пиджак. И в Сен-Ла-Ран. 34-й размер. В идеальном состоянии. В идеальном состоянии люди, которые пользуются вещами настолько... А, это даже костюм. Это костюм. Это пиджак. Это, походу, юбка. Там же такие шикарные пуговицы. Удобно. Знаете, что здесь этикетки? 670 евро. Да, это комплект. Это полностью комплект. Юбка и пиджак с ремнем. 670 евро. И в Сен-Ла-Ран. Так. У нас такой вариант. Эскада. Стоит такой 300 евро. 300 евро. Да, шикарные есть варианты. Так, это что? Это мио-мио. Кстати, мио-мио здесь мне уже попадается, наверное, раз в четвертый или пятый. Так, сколько стоит этот пиджак мио-мио? 240. Это что? Это какая-то юбка. Вот, кстати, кожаная куртка. Кожаная курточка. Идеальное состояние. Так, здесь, я так понимаю, этикетка. Вот она. Что здесь написано? 780 евро. Она стоит. Валентина. Костюм made in Italy. Сделана из Италии. Здесь я вижу шерсть и бархат. Классный костюм. Расцветка бомба. Сейчас для него, сколько он стоит. В идеале, наверное, было бы классно, если бы я это все примеряла. Наверное, как вы думаете? Так, вот ценник. 720 евро. Костюм полностью. Пиджак. Юбка. Здесь такое, я увидела, красивое желтое монтажное пальто. Это мио-мио. Значит, стоит оно 2500 евро. В идеальном состоянии. Здесь, конечно, я вижу вангучи тоже обувь какая-то. Платье. Ну, в общем, вот ремень какой-то. Версачи. 480 евро. Здесь у нас Шанель. Я так понимаю, 3600 евро. Минтажный пиджак. И юбка. Причем это все, мне кажется, 3600. Я не пойму, это по отдельности или это вместе костюм. Могу предположить, что это полностью стоимость костюма. Смотрите, какая красота, друзья. Шанель. Классика. Неизменная классика. В общем, вы теперь знаете, да? Куда можно зайти за такой одеждой. Здесь все по зеленым цветам. Очки тоже винтажные. Броши. Вот, броши это классно. Я бы все хотела какую-нибудь винтажную брошку. Дольче Габбана. Дольче Габбана. Я так и думала, еще не смотря. Значит, 41 размер. Класс. Стоит 140 евро. Такие вот. Такая обувь, да? Что у нас здесь еще интересно? Вот. Это что? Гуччи. Да, это похоже на Гуччи. Это Гуччи. 375 евро. Такие букеты. Макосины. Вот здесь есть еще и шляпки. Вот здесь более спокойные цвета. Черные. Вот здесь есть такое какое-то пальто. Да? У нас синего цвета. У нас синего цвета. Хочу посмотреть, что это за бренд. Значит, капот-то спала. 180 евро. Видимо, особо без бренда. Но оно в отличном качестве. За 180 евро. Друзья. Как-то так. Вот, например, шерстяное. Тоже шерстяное пальто. Что это? Философия. Альберто Ферретти. Это итальянский бренд. Я его знаю. Альберто Ферретти. Такое вот темно-серое пальто. В полоску. Ну, сколько оно стоит? 330 евро. Эрме. Такая жилетка Эрме. Сколько оно стоит? 750 евро. Сроковой размер. Очень круто, что, конечно, вот сразу под нее брюки. 80 евро. Винтаж. Такие брюки за 80 евро. Ну что, забираем нашу ласточку. Колеса новые поставили. Старые колеса вон на заднем сиденье. Значит, заплатили мы, ребят, 60 евро. В общем-то, цена не поменялась. Саша их мыл. Натирал до этого. Чистенькие. Сейчас, кстати, знаете, куда едем? Едем в китайское кафе. В общем, на ужин. А потом, я надеюсь, мы успеем в один классный музей. Мы, ребят, вместе, которое называется Бокок. Мы вообще в китайском районе. И пришли первый раз в это место. Вот здесь сделали небольшой заказ. У нас равиоли. Какая-то кусочек маленькой утки нарезанная. Два бокала вина. И две разных пасты. У меня удон. Не, у Саши удон с чем у тебя с говядиной? И с черным перцем. У тебя со свиньей. Не, мансия, это говядина. А паста удон у меня с гамберами, с креветками. Сейчас посмотрим, что нам принесут. А вот еще, друзья, здесь еще другой зал. Давайте пройдемся. Такая мини-экскурсия будет. Пока никого нет. Люди еще. Вообще итальянцы, они очень любят китайскую кухню. Китайскую, японскую. Сейчас мы в китайском районе. Здесь все бары, рестораны, кафешки все. Все занято, забито. Очень много людей. Видите, столы забронированы на 11 человек. Мы пришли, они говорят, а это вы на 11 человек забронировали? Нет, мы только на двоих. Приятно, в общем, атмосфера. Сейчас посмотрим, насколько будет вкусно. Все, что нам принесут. Ну что, у меня паста Удон с креветками. А у Саши с чем у тебя? Говядина. Говядина, да. В общем, они здесь все будут. Я так понимаю, подносить потихонечку. В общем, начнем с этой пасты пока что. Мы пришли впервые. Мы в музей Мудек. Здесь проходит одна интересная выставка, которую мы хотим посетить, посмотреть и показать вам, друзья. Билеты были. В общем, к сожалению, наши абонементы не действуют на эту выставку. Мы заплатили, по-моему, 32 евро. На двоих. Друзья, в общем, как вы поняли, мы пришли на выставку в музей Мудек посмотреть на работы в стиле сюрреализм. Что же это такое? Это авангардное направление в мировом изобразительном искусстве, которое возникло в 1920-е годы во Франции. Сюрреалисты изображали свои тайные мысли, желания, страхи, бессознательные фантазии, детские и любовные воспоминания, а также свои сны. Художники создавали на холсте некую высшую реальность, которая им подсказывала их подсознание. Сюрреалисты отрицали традиционный подход к созданию произведений искусства. Они признавали главенство подсознания над сознанием и считали важнейшей ценностью свободу и рационального восприятия мира. Картины сюрреалистов очень легко узнать по характерным чертам этого направления. Погружение в иллюзию обмана, решение загадок, отображенных на картинах, это основные тенденции стиля сюрреализм. Глядя на некоторые работы известных художников, возникает эдакое присутствие абсурда между реальностью и сном. Все мы слышали с вами фразу «Да это просто сюр». Что же означает это и сюром называют вообще в принципе любые события, которые по мнению человека или общества являются ненормальными, необычными для восприятия или просто странными. Как раз таки слово сюр происходит от сюрреализм. На этой выставке были представлены множество работ, но самые известные из них были от Сальвадора Дали, также от Рене Магрита и от Мэн Рея. Сальвадор Дали – это самый известный представитель этого жанра. Отличался огромной трудоспособностью, написал более 1500 художественных произведений, еще при жизни добился коммерческого успеха, а также придумал дизайн упаковки знаменитого новостей «Мир Леденца Чупа-Чупс». Рене Магрит – он был необычным представителем этого жанра. Художник не любил, когда его называли сюрреалистом и именовал себя основателем новой школы – магического реализма. Ман Рей – это французский и американский художник, фоторов и кинорежиссер, представитель сюрреалистической фотографии и фотографии нового видения. В 1999 году был признан журналом Art News одним из 25 наиболее влиятельных художников XX века. В общем, на этой выставке представлены 180 произведений, в том числе картины, скульптуры, рисунки, документы и другие артефакты. Началась эта выставка 22 марта и будет продолжаться, проходить до 30 июля 2023 года. То есть, друзья, если вы хотите посетить ее, у вас еще есть время. Это Рана Магрита, работа шоппера. Ну да. Да, видишь, Магрит. Ну так вот же, смотри, Дали, Магрит, Мэн Рей, сюрреализм. Мы все их работы сегодня видели. Да, 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 это же известная. Это Магрит, по-моему. Это же Дали. Стиль Дали, понял. Ты понял, да? Проникся? Ну, в плане того, что я его не перепутаю. Если ты увидишь картину Дали, ты узнаешь, что это Дали. Да, да, да. Вот это. Это Дали. Да. Это 100% мы сейчас видели. А это Магрит. Тоже круто, да, смотрится у него работа. Второй, который, подожди, третий, это Мэн Рей здесь был. Да, Мэн Рей тоже очень круто. Сальвадор, Дали, Мэн Рей. Вот здесь классные сувениры такие, знаете, после выставки. Хорошо набито? Чтобы не провалиться. А вы что-то продаете вообще? У меня, конечно же, нет. Я думаю, это просто декорация. Как и эта в том числе. И это все декорации. Кстати, слушай, ну здесь the end, все, конец. На выход теперь с выставки. Конечная остановка. Конечная остановка, да. Ну что, мы с вами перемещаемся, друзья. Я надеюсь, вы уже догадались, куда. Мы на озере Кома. Приехали полюбоваться как раз-таки вот этой вот красотой. Здесь распустилась глициния. И стоит невероятный аромат. Так как сейчас время обеда, зайдем в это место. Мы здесь были, наверное, год назад. Ели пиццу. В общем, зайдем на пиццу. Попробуем зайти сюда. Но столики, к сожалению, есть свободное только внутри. Мы взяли пиццу. Квадро стаджоне. Почему мы ее берем? Потому что здесь всегда больше всего начинки. А мы не хотим есть одно тесто. Правильно? Мне очень нравится Алладьявол. Кому нравится. Острая колбаса. Алладьявола называется. Ну да, я такую не люблю. Мне больше нравится такая более пресный вариант. И заказали еще фритомиста. В общем, мы это все разделим. Пиццу одну разделим напополам. И это тоже фритомиста. Мы вышли, в общем, друзья. Кто отмечает, уже с прошедшим. Христос воскрес. Мы поели. И теперь идем на виллу Монастера. Кстати, колокола. Сколько времени? Два часа дня, наверное, да? Идем на виллу Монастера. На прогулку. Выпьем там по чашечке кофе. Прогуляемся. Солнечная погода. Прекрасная. Получаем витамин D. Ситуация с парковкой. Все плохо. Люди стоят, ждут. Это причем самая большая городская парковка. И он говорит, что комплеты это заполнено. Все, едьте дальше. А эти ребята, которые стоят в очереди, они тоже ждут, пока кто-то выйдет отсюда. Короче, все ждут. И мы ждем сейчас, чтобы зайти на виллу. Мы зашли на территорию виллы. Здесь ботанический красивый сад. Вилла до определенного времени. Зимой она закрыта вообще. Необходимо проверять обязательно даты на сайте. И здесь вот такая вот ситуация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Я сказала, что, значит, давайте нанимать док-ситера, если вы не можете ее больше вводить двух раз в день, значит, будет приходить человек еще дополнительно вводить третий раз, я не знаю сколько, в принципе, я даже была готова оплатить этого док-ситера, но мне сказали, что это глупое решение, какой еще там док-ситер, в общем, какие-то глупости я предлагаю, да, и как бы я, естественно, высказала очень свое категоричное негативное отношение к этому, что я против этого, потому что одно дело, если собака чем-то больна при смерти, она выучивается, это одно, и облегчить ее страдания, но когда просто собака уже в возрасте написается, ну, что делать, в таком случае я не поддерживаю мнение людей, что стоит этих животных усыплять, я высказала свое категоричное мнение и предложила, как бы, второй вариант решения проблемы, а это одно, значит, у вторых родственников, значит, тоже ситуация, собаке там около 7 лет, и, значит, проблема какая, эти родственники, понимаете, они, как бы, не отдают себе отчет, или не знаю, что у них в голове, они раскормили это животное, и это животное весит уже в два раза больше, чем оно должно весить, это небольшой терьер, и, как бы, да, он весит, по факту, в два раза больше, еще где-то 3-4 года назад началась эта проблема, это было видно уже, ну, как бы, я говорила об этом, что остановитесь, посмотрите, что вообще происходит, что вы перекармливаете собаку, и с каждым годом она толстеет, 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 и сейчас уже дошло до того, что собаке в 7 лет она должна быть в рассвете, бегать, еще играться, знаете, как быть активной, дошло до того, что сейчас эта собака, она не может запрыгнуть на диван или на кресло, даже на невысокое, да, вот так, потому что у нее вес, у нее вес, и она только ходит, она не бегает уже, она вот неспешно передвигается, потому что ее раскормили, и раскормили в том числе и не просто, а собака, как вы знаете, все собаки, ты ешь, и собака с тобой будет есть, если ты ешь 10 раз в день, она будет собака с тобой сидеть и просить у тебя еду, потому что у них нет понятия остановиться у животных, да, у этих, они могут есть до того момента, пока они умрут, потому что ты хозяин, и ты должен регулировать их порцию, ты должен быть адекватным, естественно, и знать, какую порцию на вес твоей собаке ты должен давать, но вот хозяева именно вот этой вот второй собаке, которая перекормлена, кроме того, что ее перекамбливали, так еще принудительно запихивали в рот еду ей, когда она не хотела есть, это все тоже я видела, ну и вот так вот дошла сейчас ситуация, как бы к тому моменту, что у собаки сейчас проблемы с ногами, проблемы с ногами, конечно же, в том числе, доктор сказал из-за того, что собака весит много, собака весит много, и собаке нужно в два раза похудеть, у нее артрозы, в общем, с ногами, это очень все серьезно, необходимо делать операцию, одно было, одно было бы, знаете, если бы у собака был нормальный вес, я бы тогда ничего не говорила, но я говорила это 3-4 года назад, и как бы на людей это никак не повлияло, они делали то, что они хотели делать, и сегодня при разговоре, когда мы разговаривали о нем, ну вот такая же ситуация у собаки, ну что нам вот теперь делать, ну вот так вот произошло, ну да, вот так вот произошло у вас, у вас вот так вот произошло, потому что вы не думаете то, что вы делаете, и вы не задумываетесь, и вам, в принципе, плевать, наверное, и на себя, и на это животное, ну и теперь, понимаете, услуги же, конечно, в Италии, ну и вообще во всем мире сейчас не дешевые, на ветеринарию, будем с вами честны, там какую-то операцию сделала, 1000 евро животного, 2000 может стоить, это очень недешево здесь, потому в особенности необходимо задумываться, необходимо ли вам завести домашнее животное, сможете ли вы финансово это потянуть, ну да, теперь необходимо делать операцию, так вот, к чему мой вообще посыл, друзья, посыл тот, что, пожалуйста, подумайте несколько раз перед тем, как завести кого-либо, сможете ли вы, во-первых, уделять время, второе, сможете ли вы финансово обеспечить благополучие вашего животного, чтобы его кормить, содержать, сможете ли вы гулять, и потом лечить его, и сможете ли вы его в конце доходить, да, когда он будет старенький, вот, и чтоб вам потом мысли не приходили в голову вот эти вот об усыплении на ровном месте еще чего-то. В общем, конечно, да, прогулка получилась смазанная, смазанная получилась прогулка сегодня, потому что мои родственники меня очень сильно расстраивают, вот, потому что они не думают, потому что они не думают и пытаются свалить вину на меня, предъявляя еще какие-то претензии, что я какие-то даю глупые советы, а я даю такие же советы, которые дают советы в Италии и во всем мире доктора, не перекармливать животных, они должны быть в своем нормальном весе, и тогда, понимаете, это же не только проблема у него сейчас с ногами, артроза, у него, скорее всего, больны все внутренние органы, потому что эта собака в два раза весит больше, чем она должна весить, печень, сердце, кишечник, если все суставы сейчас испорчены, можно только представить, что вообще происходит с внутренними органами, и это просто на вине этих хозяев, моих родственников, вот такая ситуация с собаками, да. Ну, я не знаю, что сказать, просто мне грустно, вот, мне от этого очень грустно, от того, что люди не хотят брать на себя ответственность по жизни, в принципе, хотят все возлагать, свои проблемы на других, вот так вот. Друзья, и наша уже с вами традиционная рубрика, что мы купили в магазине, в супермаркете Салунга мы, как правило, посещаем, значит, такая закупка обошлась на 96 евро с копейками, значит, здесь два кефира, оливки, это сгущенка, ее здесь можно найти, если она называется латте конденсато, потому что мы пекли блинчики, это для них все дело. Далее, такие помидоры зеленые, они еще созреют, красный перец, сладкий для салата, хлеб, здесь он уже в нарезанном варианте, в супермаркете Салунга его здесь нарезают, это уже входит в стоимость хлеба, потому раньше мы этого не делали, очень зря, постоянно крошили на столе, а так уже все нарезано удобно. Так, помидоры, две упаковки пармезана натертого, кому интересно, вот такие макароны считаются неплохими, так вот этот бренд, Lama Lizana, считается достаточно хорошим брендом макарон, потому что мне многие писали, но Barilla считается же не очень, да, это правда, Barilla считается не очень, но вот это считается хороший бренд, вы можете его поискать, если вам интересно. Далее, это кабачки, мы их будем жарить на масле на сковородке, апельсины, красные помидоры для салата, огурец на завтрак, это морковь, апельсины, да, я сказала, это колбаса, здесь такая мортаделла, сыр, малина, клубника для меня, ананас, это что у нас, бананы, яйца, это у нас мука, это мука, это у нас синенькие, мы вообще будем готовить пасту, пасту капоната, вместе с вами, наверное, приготовим ее, и для этой пасты мы еще купили вот такие капперы, капперсы, понадобится нам, да, ну и красная рыба тоже шла по скидке, часто есть в супермаркете отдельно такие холодильники стоят, где товары какие-то по скидкам, вот, мы этой возможностью пользуемся, вот, ну, в принципе, все, такая вот закупочка на 96 евро, предлагаю с вами теперь, давайте приготовим пасту, пасту капонату пасту капонату пасту капонату это бурата у нас, наши тарелки, мне они нравятся очень сильно, специально для пасты мы совсем понемножку отварили, потому что мы так уже перекусывали, но решили все равно немножко попробовать, теперь добавляем начинку ну что, вуаля, наша паста капоната готова, выглядит это дело все так, абонданте, это значит обильно мы удобрили, сдобрили макарошки, очень вкусно, если хотите, у кого желание, повторите этот рецепт, если не пробовали, он, в принципе, элементарный, повторить легко, по видео, я думаю, понятно, что зачем делается привет ребята, еще раз, я вам помню, обещала рассказать за платформу по-английскому, у нас сейчас будет урок, я думаю, немножко подзапишу, знаете, свой позор, как мы будем проводить урок сейчас с учителем, как мы будем говорить по-английски в общем, не смейтесь, если что, кстати, это вот страничка, которую я сейчас делаю по работе, у нас сейчас урок будет на обеденном перерыве, то есть, как бы, я не знаю, в какое время я буду есть потом необходимо будет выкроить полчасика, чтобы пообедать, это страничка, которую мне сегодня, завтра мне дали ее сделать а, значит, платформа по-английскому выглядит лучшим образом, вот так вот выглядит платформа, если кому-то интересно, она называется Fluentify, это та платформа, которая оплатила предприятие для нас, никаких у нас не было выбора определенного, они сами все сделали, зарегистрировали, оплатили ну, и вот в обязанность входит, как бы, мою проходить эти уроки, учительница зовут Тиффани, как я же рассказывала, она из Великобритании и живет в Барселоне, и группа у нас по пять человек, ну, я, кроме меня, еще четыре человека и учители Ага, Юлия, что ты делал? Ага, ну, это недавно, я не помню много, но это нормально но я делал много путешествий в воздухе, я поехал на Лейкома, в городе называется Варенна, для одного дня, я поехал на Милан чтобы снимать немного контента для моего YouTube-чанала и Инстаграма и на другой день, я осталась в доме, поэтому это был интересный урок Ага, тоже в природе! Да, да! Друзья, в общем, урок подошел к концу Немножко, знаете, чувствовала себя ты неловко, но, в принципе, нормально, потому что в группе все приблизительно на таком уровне языковом, наверное, от вам, как и ты, как и я В общем, все чувствуют себя неловко и все пытаются как-то преодолеть себя, свой страх, разговаривайте Конечно, все эти уроки это очень классно, но, как мы все понимаем, 85% языка должен был учиться сам, заучить слова, читать, смотреть сериалы, обучаться Платформа, это, конечно, круто, тебе, ты можешь поговорить вживую с носителями языка, с коллегами, попрактиковаться, но изначально тебе необходимо заучивать слова, сидеть и учить их, выписывать, чтобы у тебя был какой-то словарный запас, чтобы ты хоть как-то мог разговаривать В принципе, все интересно, мне нравится, единственная проблема, что необходимо находить на это время Но, как мы знаем, кто хочет, тот найдет время Тот найдет время на учебу и на какие-то дела Это все необходимо просто расставить приоритеты, расставлять правильные приоритеты Да, но без английского, конечно, сложно, мне часто в Италии спрашивают, можно ли без итальянского, только с английским Конечно, можно, если это интернациональная компания, и вы говорите по-английски, интернациональная компания, вы пройдете собеседование на английском, устроитесь, будете работать Но, если, конечно, дальше вы хотите продолжать жить в стране, в той же Италии, мы о ней сейчас говорим, то без итальянского будет все-таки сложновато а потому, кроме английского, если вы его знаете хорошо, придется учить еще и итальянский, чтобы решать какие-то бытовые вопросы и разные другие вопросы. Итальянский, конечно, тоже будет нужен, если вы хотите завести, конечно, итальянских друзей, то итальянский обязательно тоже необходимо будет учить. Но с двумя языками, конечно, устроиться проще. Субтитры создавал DimaTorzok